Что такое школа «Актива Вектор»? Думаю, продолжать заниматься этим. И для меня это будет как новый опыт, новые знакомства. Я возьму это в свою будущую жизнь, потому что сфера деятельности, которой я занимаюсь, будет связана с руководством. Лидерские качества очень помогут, и новые знания – это всегда важно и нам нужно. В музее Лобачевского открылась выставка эксклюзивной одежды и аксессуаров. И вы можете увидеть, что экспозиция насчитывает около 150 предметов, привезенных из Саранска, а также порядка 40 предметов, которые были представлены из коллекции Археологического и Палеофического музеев Казанского университета. Как студенты и преподаватели вуза отпраздновали праздник весны Навруз? Всем привет! В эфире «Универа новости», а в студии Адалина Абдрахманова. Команда профбюро Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета заняла первое место на республиканском этапе конкурса «Лучшая профкоманда Республики Татарстан». 20-21 марта на базе культурно-спортивного комплекса «Уник» состоялся конкурс на лучшую профсоюзную команду Республики Татарстан. В конкурсе приняли участие 7 команд 4 вузов республики, 4 из которых представляли Казанский федеральный университет. Команда состояла из пяти человек. Все они являются профсоюзными активистами Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Студент 4 курса Руслан Зинуров, студентка 3 курса Амина Мурат, студентки 2 курса Толья Калимулина и Арина Евдокимова, студентка 1 курса Диана Дурновцева. Участники соревновались в семи конкурсных испытаниях. Профбаттл, визитная карточка, заседание профбюро, конкурс капитанов, командность, приемная кампания и правовой биатлон. За победу в конкурсе ребята получили диплом, кубок и денежное вознаграждение. В скором времени команда отправится на окружной этап конкурса «Лучшая профсоюзная команда 2024», которая состоится с 4 по 7 апреля в Республике Башкортостан. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся финал культурно-просветительского проекта среди студенток вузов по Волжье и Азгузеле 2024. С 14 по 20 марта девушки прошли промежуточные испытания – интеллектуальные, творческие и кулинарные конкурсы. Они написали эссе на тему «Уайля Гомер Бишеге», послушали лекцию о родословных на татарском языке от основателя Центра генеалогических исследований «Семь поколений», прошли тест по татарской истории, культуре и языку, а также приняли участие в патриотической акции «Письма участникам СВО». Для Азгузеле этот год юбилейный, он прошел в 15-й раз. В финал вышло рекордное количество участниц – 300 студенток. Среди них финалистки и суперфиналистки из Казанского федерального университета. Ознакомиться с полным списком наших красавиц вы сможете на официальном сайте ВУЗа. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось открытие школы «Актива Вектор», где участники начали изучение новых для себя направлений. Далее в сюжете мои коллеги расскажут о том, как прошел первый день студентов и какие задания ждут их далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла ежегодная школа «Актива Вектор», в организации которой приняли участие специалисты Центра сопровождения социально-воспитательной деятельности и члены студенческого совета. Целью школы является саморазвитие участников, развитие лидерских качеств, приобретение навыков организации и управления и, конечно, пополнение студенческого совета новыми активистами. С приветственным словом выступила заместитель директора по воспитательно-социальной работе института Эльвира Закирова. По ее словам, школа «Актива» – это отличная возможность найти новые знакомства и узнать много нового. У студенческого совета самая главная цель – это, конечно, пополнить свои ряды новыми активистами. Так как первый толчок именно к активной студенческой жизни студенты получили, будучи первокурсниками на школе «Актива начни с нами». В сентябре мы провели эту школу для наших новоиспеченных студентов. Далее они были вовлечены в различные мероприятия всех направлений студенческого совета и студенческой жизни. И вот второй толчок и второе дыхание – это школа «Актива Вектор». Для тех, кто все-таки решил, что он хочет заниматься общественной жизнью, творческой жизнью, еще какой-либо добровольческой жизнью. В первый день для участников школы была проведена серия мастер-классов. Первым стал психологический тренинг Алины Лозовой – тренера молодежного тренингового центра Российского союза молодежи Республики Татарстан. В ее задачи входило выявить среди ребят лидеров, а также создать со студентами команды, которые будут заниматься совместной практической деятельностью. Как отмечает сам эксперт, очень важно начинать в этом деле с психологического разбора участников. Ведь так они смогут лучше понимать себя и друг друга, что создаст необходимую атмосферу в команде для лучшей реализации заданий. Они должны понимать, кто какие качества проявляет, как они могут их использовать себе на пользу. Может быть, им кто-то еще нужен для того, чтобы развить еще больше команду. И таким образом они смогут уже более сплоченно работать. Школа-активы уже не первый год пользуется популярностью среди студентов. Еще при поступлении они узнают о работе центра, который помогает с реализацией творческого потенциала. По словам организаторов, в этом году было подано более 50 заявок, которые ребята заполняли в онлайн-формате. В этом году участников школы вновь ждет не только теоретическая база, но и практические задания. Каждый из конкурсантов уверен, что правильно составленная программа поможет им в будущем. Думаю, продолжать заниматься этим. И для меня это будет как новый опыт, новое знакомство. Я возьму это в свою будущую жизнь, потому что сфера деятельности, которой я занимаюсь, будет связана с руководством. Лидерские качества очень помогут, и новые знания – это всегда важно и нужно. 23 марта студентов ждет второй день занятий в школе-актива «Вектор», где они смогут принять участие в мастер-классах, а также соберутся в своих командах для создания и презентации своих творческих проектов. Отметим, что итоговый результат прохождения школы будет подведен в мае, когда все запланированные мероприятия и проекты будут выполнены. Каждый из студентов поделится своими эмоциями, новыми знаниями и опытом. Лучших участников, чьи проекты получат больший резонанс, наградят почетными грамотами. Напомним, что информация о школе-актива размещена в официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Елизавета Газизянова, Аделина Абдрахманова, Олеся Кадусова, Александр Антонов. Универновости. В музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось долгожданное открытие выставки, которая является частью проекта «Модный лук и стрелы». Победителя конкурса «Креативный музей» и благотворительной программы «Музей без границ» фонда Потанина. Что из себя представляет экспозиция, смотрите сами. Ученые Казанского университета всегда ставили и ставят перед собой очень важный и как никогда актуальный вопрос. Как сохранить наследие народа, в том числе в Республике Татарстан, и сделать его актуальным и востребованным в современной жизни? Речь на данной выставке не идет о том, чтобы элементы традиционного мордовского народного костюма были использованы, например, для ансамбля песни и пляски. Новая ткань наследия – это про то, каким образом традиционная культура сможет стать частью повседневной жизни. Ведь мы с вами очень сильно отличаемся от людей, которые носили вот эту традиционную одежду. А она, кстати, представлена из собрания коллекции музеев Казанского университета, из погребений, то есть это археологические находки, а также из середины XIX века коллекция этнографического музея Казанского университета. В музее были представлены три зала, наполненных эксклюзивной одеждой и аксессуарами, как базовых элементах современного образа человека и моды. Более 150 предметов, две капсульные коллекции колоритной одежды, украшения из бисера и цветной шерсти, платки, твили, шоперы с этническими принтами и даже спортивной одежды. Из музеев Казанского университета показали элементы женских костюмных комплектов, образцы традиционной вышивки, коллекции украшений, найденных во время археологических раскопок, а также документальные фотографии. И вы можете увидеть, что экспозиция насчитывает около 150 предметов, привезенных из Саранска, а также порядка 40 предметов, которые были представлены из коллекции археологического и этнографического музеев Казанского университета. Выставка презентует профессиональные достижения кураторов проекта, а также эксперименты участников творческих лабораторий. Ставя главной задачей создания модной одежды с этническим колоритом для повседневной носки, дизайнеры Анастасия Карпова и Екатерина Будкина создали две авторские коллекции – «Сермат» письмена и «Рзянтюз» – «Рзянский цвет». Работы молодого московского дизайнера текстиля Екатерины Беляевой были созданы на стыке традиций цифрового искусства. Платки и комплекты модной одежды отличаются оригинальными дизайнерскими решениями. Традиционный подход к созданию костюма продемонстрировали художники-педагоги Людмила Левина и Ольга Малаева. Результатом их работы стали коллекции рукотворных костюмов и украшений. Стежки, дорожки и нарядилась, как мордовка. Целый год мы сначала создавали эскизы, отбирали их. Было создано порядка 50 форэскизов. Потом отбирали из них 6 моделей и уже делали конструкцию. Отрисовывали ее в электронном формате, то есть обязательно это условие, и отрисовывали сам орнамент. А потом уже еще и сами ее шили. Решили сделать это самостоятельно, потому что все-таки образование дает толчок для того, чтобы дальше развиваться. И уже шить не как в университете. Мы создавали такие очень сложные коллекции, которые показывались на подиуме. Здесь уже более повседневно простая одежда, но все равно даже на пошив такой коллекции понадобилось где-то 2 месяца точно. После торжественного и долгожданного открытия выставки состоялся круглый стол на тему интерпретации культурного наследия и креативной индустрии. Коллеги поделились друг с другом идеями, советами и ценным опытом. Выставка будет ждать гостей до 20 мая с понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. Предварительная запись по телефону 8 960 031 01 30. Карина Саяхова, Ангелина Михеева, Николай Осуховский, Универ Новости. Праздник весны Навруз отметили в Казанском федеральном университете, в Институте филологии и межкультурной коммуникации и культурно-спортивном комплексе УНИКС. Что это за праздник, который объединяет народы, культуры и традиции, расскажем в сюжете. Студенты Казанского федерального университета вот уже второй день с размахом отмечают Навруз, праздник обновления природы и очищения человеческой души. Гости мероприятия смогли окунуться в культуру разных народов, найти новых друзей. Новый день гости встретили национальными танцами, вокальными номерами на русском, туркменском, узбекском, татарском и китайском языках. Буйством красок и угощениями разных народов мира. Первый день прошел в Институте филологии и межкультурной коммуникации, как полагается, громко и весело. С приветственным словом выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замаледдинов. Он отметил, что все традиционные праздники он проводит вместе со студентами и вузом и от души желает каждому присутствующему искреннего счастья и нескончаемой радости. Мы отмечали с вами и Новый год в декабре, декабре-январе, потом отмечали китайский Новый год. И вот сегодня с удовольствием я принимаю участие на этом замечательном мероприятии. Всех вас искренне поздравляю с Навруз. В этом году Навруз пришелся на Рамазан, поэтому имеет особую ценность. И я надеюсь на то, что все, что мы хотим, все, что хотим пожелать для себя, для своих близких, дай Бог, чтобы все сбылось. И вот уже сегодня, 22 марта, праздник переехал в культурно-спортивный комплекс «Уникс», где гуляния продолжились с новой силой, больше танцевальных и песенных номеров, народного колорита и духа торжества. В холле развернулась удивительная выставка, которая еще до концерта смогла удивить гостей и погрузить их в культуру праздника. А уже на сцене в творческих номерах слились десятки студентов, передавая зрителям всю любовь к наступившему празднику Навруз. В своей вступительной речи про ректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев отметил уникальность Навруза в ВУЗе, многонациональность и международный характер события. Мы начали праздновать вчера, у нас прошел небольшой фестиваль на базе Института технологии и межкультурной коммуникации. И сегодня мы празднуем уже на уровне всего университета, у нас есть представители практически всех институтов и всех стран, которые этот праздник празднуют. Вот и есть представители Навруза Афганистана и даже стран, штатов, северных штатов Индии, там тоже празднуют. Светлый весенний праздник Навруз в университете удался, зрители получили массу удовольствия и положительных эмоций, а участники смогли поделиться своим талантом с каждым из гостей. Тимур Ахметов, Елизавета Газизянова, Универновость. В этом году внесены изменения в положение о конкурсе для поддержки участия учащихся Казанского федерального университета в научных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. Конкурсу уже более 10 лет, но в этом году в нем впервые могут принять участие и получить финансовую поддержку студенты первого курса и ординаторы. Кроме того, в прежние годы можно было подать заявку только один раз. В 2024 году правила изменились. Учащиеся КФУ имеют право неоднократно подавать заявку на участие в научных мероприятиях различного статуса на территории России в течение года. Приветствуется, если студент представлял свой доклад на конференции или привез диплом победителя. Выполнившим все требования конкурса оплачивается проезд, проживание, организационный взнос в пределах суммы, определенный вузом. В прошлом году воспользоваться поддержкой КФУ смогли 150 учащихся. Консультацию и всю дополнительную информацию можно получить в отделе молодежной науки Управления научно-исследовательской деятельности ВУЗа. На этом все. В студии была Адалина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!